Детская сказка с необычными актерами. Собаки-канистеропевцы вместе со своими хозяевами подготовили для маленьких зрителей пасхальную постановку. Взрослыми, переодетыми в любимые персонажи, давно никого не удивить. А вот той терьер в роли мышки или шпиц в качестве ведущего диковинка даже для родителей. Подробности в сюжете. Шпиц Найс – опытный канистеропевт. В профессии 4 года. Даже шоу с перевоплощением для него дело привычное. На сцене держится сдержанно и уверенно положение обязывает. Еще бы, вести представление доверят не каждому. Именно ему придется выкручиваться, если актеры допустят ошибки или забудут реплики. Но хозяева уверены, этого не случится. К детям допускают лучших из лучших. К ним предъявляются особые требования. Они должны любить детей, быть очень лояльны к ним, должны быть жизнерадостны и артистичны. И мы когда репетируем в ходе репетиции, даже у нас некоторые собачки покидают проект, потому что хотят, но не могут. Участвовать в пасхальной сказке актерам прежде не приходилось. В труппе 10 собак различных мастей и размеров. От Йорка до Джек Расселов и Ретривера. Для Тоси роль мышки – это дебют. Екатерина Сачко помогала актрисе готовиться к постановке. Говорит, работать с миниатюрными протеже – одно удовольствие. С большими у них организация труднее. Они как бы к другим собакам очень сильно лезут. И им нужно постоянно играть, бегать, ну энергию куда-то выплескивать. А вот она спокойно сидит и все. И просто на руках носишь. Тайсон тоже дебютант. Играет белочку. Перед спектаклем волнуется. Капюшон с кисточками предательски съезжает на глаза. Но актер на мелочи не обращает внимания. Зато эксклюзив. Мастерили сами. И как-то решили первый раз поучаствовать, попробовать свои силы. И вот сейчас первая сказка у нас будет. Потом еще будем участвовать. Хотим помогать деткам. Пасхальный теремок отличается от привычной сказки. Его хозяйке Настеньке не из чего испечь кулич. Пока девушка молится на воскресной службе, в ее дом сбегаются различные звери. Одни приносят продукты, другие – нарядную одежду для Настеньки. Когда главная героина возвращается из церкви, ее ждут многочисленные гости и все необходимое для пасхального кулича и отличного настроения. Награда актерам – любимое лакомство и детский смех. Да и для маленьких зрителей такое представление – настоящий праздник. А значит, и сказок в необычной постановке станет лишь больше. Вот только какая будет следующей, пока держится в секрете. Продолжение следует...